не забудь подписаться и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день а сейчас пристегивайся садись поудобнее и мы начинаем ничего не делайте и станьте свободны добрый день хорошо снова быть с вами я приветствую вас от всего сердца какова цель вашего сегодняшнего прихода сюда подумайте над этим вы могли бы пойти посмотреть хороший фильм тогда вашей целью было бы получение удовольствия от этого кинофильма вы могли бы поехать в лас-вегас и тогда вашей целью было бы игра в азартные игры и выигрыш большого количества денег вы могли бы сходить поиграть в бинга в этом случае вашей целью снова был бы денежный выигрыш считая себя людьми мы верим что в том что мы делаем должна быть c однако жизнь вообще не имеет никакой цели жизнь в таком виде в каком она предстает бесцельно существует ли такое слово бесцельно это именно то что происходит сейчас мы ходим в группы подобные этой уме у нас есть какое-то смутное представление о том что мы должны освободиться о том что мы хотим стать совершенно свободными о том что мы хотим пребывать в блаженстве и это очень глупо блаженство освобождение это уже сама ваша природа вы есть то вот что вы такое вам абсолютно ничего не нужно делать вам не нужно достигать реализации вообще ничего не нужно вы не должны практиковать никакую садхану вы не должны медитировать вы не не должны ходить на разные встречи вы абсолютно ничего не должны делать божья милость принесет вам освобождение в нужное время вы можете быть величайшим грешником но вы можете быть освобождены другой человек может старательнейшим образом выполнять садхану он может медитировать в течение 30 40 50 лет и с ним ничего не произойдет когда вы начинаете понимать эти вещи то начинаете приходить сюда без всякой цели без какой бы то ни было мотивации мы всегда чувствуем что должны умножать свои знания это наше так называемое материальное знание сдерживает наше освобождение мы должны опустошить себя целиком и полностью и тогда мы окажемся в нашем истинном положении на самом деле не существует ничего чему вы еще должны сделать практика садхана и медитация предназначены только для того чтобы на какое-то время вытернуть вас из этого мира чтобы вы могли побыть в покое почувствовать внутренние блаженство почувствовать нечто чего у вас нету данный момент однако это не поможет вам пройти весь путь и не приведет вас к полному освобождению только быть не быть тем и этим а просто быть вот что наконец освободит вас вы наверное слышали историю о львенке который заблудился в джунглях и был принят в стадо овец львенок вырос за материал но продолжала считать себя бараном и он не рычал и блеял и ходил в стаде с другими овцами когда застали мгновились гиены он спасался бегством вместе с овцами но в один прекрасный день его увидели другие львы и сказали что это такое они отверли его пруду или ему посмотрите на свое отражение в воде чтобы он смог увидеть кто он на самом деле как только он увидел себя его осанка полностью изменилась в тот момент до него дошло что он не баран а огромный лев владыка джунглей и тогда он вновь обрел себя большинство из нас уверенное что мы овцы мы считаем что мы люди и переживаем отсутствие чего-то ограничение болезни нас волнует бесчеловечность человека к человеку или наоборот мы думаем что мы богаты и здоровы и сильны мы никак не связаны ни одной из этих вещей если бы вы только знали кем вы были и кто вы есть вы не тот человек который живет в промежутке между тем кем он был и тем кто он есть вы всегда были тем что всегда существовал во всегда были брахманом абсолютной реальностью чистом осознавание и это ваша природа и это ваше истинное я вы не должны молиться чтобы достичь этого вы просто должны пробудиться пробудиться от смертного сна должна ли роза объявлять о своем аромате вы узнаете розу по самой ее природе мы не должны бегать повсюду и кричать я божественные я брахман и абсолютная реальность мы просто должны отпустить прекратить сражаться перестать пытаться что-то делать хотя вы это не тело но ваше тело знает что делать вы кажетесь телом кажется что у вас есть ум тем не менее все это неправда кто вы вы должны сказать я есть абсолютная реальность тогда вы перестаете быть всем этим ибо когда я задаю вопрос кто вы в вашем уме должно быть полное безмолвие вы есть то безмолвие безмолвие за пределами слов за пределами мыслей за пределами бытия за пределами желаний вы есть полное безмолвие тишина за пределами пустоты за пределами отсутствия ума вы есть то вы всегда были тем нечего сказать вам нет нужды выслушивать красноречивые лекции вам нет нужды воспринимать глубокие учения вы должны стать как дитя и просто быть ничто не сдерживает вас никакая сила не пытается остановить вас или сделать что-то с вами вы подобны безграничному пространству хотя бескрайнее пространство пронизывает все она остается самим собой и никогда не меняется вы это сознание подобное безграничному пространству вы присутствуете везде если бы вы знали что вы присутствуете везде то вам абсолютно нечего было бы делать не было бы никакой цели какая могла бы быть у вас цели если вы бы прямо сейчас были всем чего могли бы хотеть чего вы могли бы желать думайте о себе как о всепроникающем всепроникающем безграничном пространстве чистом сознании вы можете почувствовать это отпустить этот мир прямо сейчас этот мир это вселенная есть не что иное как наложение на экран жизни не отождествляйте себя с миром отождествляйте себя с экраном жизнь вещи приходят и уходят это не имеет ничего общего с вами оставьте мир в покое не пытайтесь что-то изменить существует таинственная сила которая заботится обо всем о вас всегда позаботиться вы не должны беспокоиться о своей жизни это кажется странным но чем больше вы отпускаете тем больше покоя и счастья приходят к вам чем больше вы пытаетесь достичь чего-то похожего на покое счастье тем больше проблем хаоса и неразберихи приходят к вам вместе с так называемым счастьем которого вы пытаетесь достичь другими словами не ищите и счастья не ищите ничего помните что если вы понимаете что вы вездесущий то вы являетесь всем всегда помните это нет ничего чего бы вам не хватало это ваш ум приводит к возникновению проблем когда говорит вам что вам чего-то не хватает что у вас что-то не так что вы должны исправить то и уладить это вопрошайте кому приходит этот ум кому приходит это тело кому приходят мысли откуда взялся я кто я вот что вы должны делать большую часть дня многие из вас все еще верят в то что ваша работа очень важна они думают что ваша семейная жизнь очень важно и потому вам кажется что у вас нет времени на то чтобы практиковать все эти вещи не имеет никакого значения что вы делаете и где вы находитесь всегда останавливайтесь ловите себя и вопрошайте кому приходят эти мысли кому приходят эти чувства кому приходят эти идеи и вы обнаружите что по мере того как вы практикуете это мысли становятся все слабее и слабее а затем полностью исчезает вы никогда не одиноки абсолютная реальность всегда с вами чистое осознавание всегда с вами все хорошо нигде нет ничего плохого все хорошо вы свободны почувствуйте свою свободу вы свободны от путаницы в вашем уме вы свободны от кармы вы свободны от самска вы свободны от реинкарнации вы свободны от бога свободна от рабства почувствуйте это что сейчас может повредить вам что может нанести вам вред причинить вам боли страдания если вы действительно ощущаете свою свободу то нет ничего другого свободны это чистая есть свобода это чистое осознавание и это вы вы чувствуете это блаженство вы чувствуете радость и счастье это не лекция которую вы слушаете это единственный голос свободы единственное сознание единственная реальность и это вы настало время поиграть в игру поставь гуру в тупик вопрос можем ли мы собрать группу для того чтобы мы могли сидеть вместе с единственной целью высказать нашу любовь к вашему физическому телу с намерением чтобы эта любовь проявилась как сила комфорт как наше высшее физическое благополучие будет ли работа в группе более эффективной чем индивидуальная работа кто-то хочет сидеть в группе посылая силу мощь и всякое разное если вы чувствуете что хотите сделать что-то подобное сделайте это и это зависит от вас но помните что все хорошо нет никаких ошибок и каждое это не что иное как божественное сознание когда вы утверждаете что тело само позаботиться о себе имейте ли вы ввиду также ум и тонкое тело когда я заявляю что тело само позаботиться о себе я имею ввиду что будет казаться будто тело делает именно то для чего оно пришло сюда на эту планету но у вас с этим нет абсолютно ничего общего ваше тело мотивируется кармой которая не существует и кажется вот и тело мотивируется кармой и кажется вот то вы есть тело таким образом вы не должны волноваться или беспокоиться о вашем те что-то позаботиться о нем вы просто сделайте так чтобы ваш ум перестал думать пусть ваше тело будет спокойно не думайте о нем слишком много пребывайте истинным я постоянно продолжайте задавать вопрос кому приходят мысли кому приходят тело кому приходят я и не слишком беспокойтесь о вашем те все само заботиться о себе не могли бы вы подробно описать нам процесс медитации я есть все ли могут использовать эту практику и чем она отличается от самоисследование мы пользуемся медитации которую иногда называют медитации я есть медитации я есть это нечто что мы используем для того чтобы стать спокойными однонаправленными и тихими самоисследование это не медитация самоисследование заключается в том что вы вопрошаете кто я кому приходят я а я есть медитация это когда вы говорите следуя своему дыханию вы вдыхаете говорите я вы выдыхаете говорите есть это делает вас очень спокойными делает вас очень тихими для того чтобы погружаться все глубже и глубже и глубже в истинный я делайте все эти вещи если мы уже свободны то откуда же приходит мысль я хочу быть свободным мысль приходит из вашего ума откуда же еще это ваш ум считает будто он связан это ваш ум считает вот то что не так что вы не свободно но когда вы понимаете что у вас нет ума тогда некому думать об этом знаете истину о себе вы это абсолютная реальность у вас нет абсолютно ничего общего с умом мысли я хочу освобождение я хочу быть свободным это часть человеческого мышления но если сидеть в тишине пытаясь остановить мысли то ваша свобода возникнет сама по себе может ли человек достичь в предыдущем существовании более высокого состояния но из-за страха вернуться в так называемую жизнь если вы самореализованы если вы были освобождены то для вас нет жизни для вас нет ни прихода ни ухода для вас нет ни смерти ни рождения вы просто остаетесь такими же каким вы были всегда все эти вещи происходят только тогда когда вы не реализованы вы можете перейти на более высокий уровень и вы можете откатиться назад это правда но мы не говорим о реализации мы не говорим об освобождении мы говорим о высшем состоянии медитации если вы духовные физически продвинулись в этой плоскости то вы оставляете свое тело и то что с вами произойдет будет зависеть от вашей кармы у вас может быть много кармы которую потребуется отработать таким образом даже если вы продвинулись на более высокий уровень то это не пропадает вы забираете это с собой но тем не менее у вас может быть другая доставшаяся вам из предыдущей жизни карма которую нужно отработать и более высокое состояние будет временно прервана до того момента пока вы не перейдете в другую жизнь где это более высокое состояние будет проявлен но еще раз если вы полностью освобождены то нет не более высоких не более низких состояний нет ни смерти не рождения не освобождения ничего то еще вы остаетесь теми же самыми вашей собственной сварупе вашей собственной реальности вашей собственной природе в чистом осознавании больше нет абсолютно ничего что вы должны были бы сделать смерть не может причинить вам вред рождение не может причинить вам вред вы совершенно свободно какое значение имеет изучение кундалини йоги для этой работы и как эта энергия связана с самоисследованием кундалини йоги для ума это практика ума подъем кундалини по позвоночнику это умственный процесс это умственное состояние для кого предназначена кундалини кто нуждается в кундалини тот кто считает себя человеком тот кто пытается вызвать в себе подъем силы они отличаются от вас таких какими вы являетесь сейчас на самом деле вы этот дух на самом деле вы это брахман вам требуется практика самоисследования для того чтобы заставить вам прекратить думать о кундалини кому нужна кундалини это все умственный процесс любая йога любая духовная практика это умственный процесс почему бы не начать с вершины спросите кому приходят эти мысли кому приходят эти методы кто должен делать эти вещи есть много известных вам людей которые практиковали кундалини йогу они сумели развить определенные ситхи они обладают оккультными способностями но они не самореализованы это все ум даже обладая этими способностями вы все равно печалитесь страшитесь разочаровываетесь вы ничем не отличаетесь от других человеческих существ но когда вы выходите за пределы этих оккультных сил вы становитесь совершенно свободны у вас больше нет никаких проблем со счастьем и радостью это сама ваша природа это свобода так что я предлагаю вам просто не связываться с этой вашей кундалини смех потому что кроме всего прочего она добавит вам проблем смех не связывайте с кундалини смеется кто-нибудь хочет что-то сказать роберт когда мы просветлены наши кундалини автоматически раскрывается сама по себе почему она должна раскрываться нет нет я не говорил что она должна я спрашиваю вас раскроется ли она не остается никого в ком она могла бы раскрыться наше физическое тело не будет физическое тело не существует никакого физического тела нет даже если кажется вот она существует освобожденный человек знает что он это не физическое тело только одежда не чувствует что есть физическое тело в котором пробудилась кундалини но реализованное существо не имеет тела тело нет дома если посмотреть на это с другой стороны раскрылась ли ваши кундалини где это ученики смеется он ее давно потерял смех если кундалини раскрылась то не будет реализации кому нужна кундалини даже в иллюзии разве иллюзии тела не будет иметь иллюзию кундалини который имеет иллюзию подъема конечно смех и так зачем жить в иллюзии избавьтесь от иллюзии раз и навсегда и будьте свободны будьте свободны от всех этих вещей вы можете понять это кундалини и ситхи все эти вещи только для тела но если нет никакого тела то для кого вообще эти вещи они не существуют они существуют только для тела они все в уме человека до кундалини не имеет абсолютно ничего общего с просветлением два разных уровня получается что энергия рост которой вы чувствуете по всему вашему телу не имеет ничего общего с кундалини энергия рост который вы чувствуете по всему вашему телу может быть кундалини мы говорим об энергии тела еще раз когда происходит освобождение то не остается никого чтобы иметь какую-то энергию чтобы чувствовать что-то больше нет энергии поднимающиеся в вашем теле нет кундалини поднимающиеся вашем теле ничего и нигде не поднимается потому что должно быть тело для того чтобы в нем двигалась энергии если нет тела то как может она двигаться сейчас большинство из вас верит в то что вы есть тело поэтому вы говорите о телесных переживаниях но если бы вы знали что вы не тело то эти вопросы никогда не приходили бы вам на ум ибо никого не осталось бы чтобы испытывать эти вещи именно поэтому мы работаем над устранением понятия тела тело это просто понятие это не реальность если бы тело было реальностью то разве не оставалось бы она всегда одинаковым вы бы никогда не менялись превращаясь из ребенка в подростка затем зрелого человека и наконец старика вы бы всегда оставались одними и теми же но так как тело это вообще не что она постоянно меняет свой облик и так до тех пор пока полностью не исчезнет но вы никуда не уходите вы остаетесь там где вы есть там где вы были всегда вы это чистое осознавание вы пара брахман который не имеет ничего общего с кундавини в терь лайт собака толково согласен со мной смех он знает просто еще одно сновидение смеется кто-нибудь еще хотел бы что-то сказать получается что это откровение если я могу его так назвать всегда раскрывалось через мудрецов различных культур всегда ли она одно и то же или они придают ему различные оттенки истина всегда одна и та же с давних пор различные существа просто поняли это существует одна реальность существует только чистое осознавание и это есть наша реальная природа поэтому мы не можем переживать два различных состояния сознания есть только одно соответственно на этой земле было много существ которые по каким-либо причинам смогли испытать переживания свои собственные реальности когда вы испытываете переживание вашей собственной реальности вы понимаете что вы это все и все это вездесущность вы осознаете все сущее нет моей реальности и вашей реальности есть только одно и мы все есть то все что есть это истинное я я есть то таким образом это самое откровение дает о себе знать на разных языках с помощью разных слов конечно я недавно был на ару начали и слышала что они рассказывают конечно правильно это подобно золото которое вы можете найти повсюду в самых различных местах мире но вы должны копать землю для того чтобы она показалась вам чтобы вы могли добыть и сохранить его то же самое с нами когда люди слышат эту истину они слышат и реальность они должны быть способны копать внутри самих себя пробудиться к себе и стать свободными ибо это та же самая реализация это тоже самое истинное я но некоторые мудрецы не могут говорить с другими людьми также откровенно как вы потому что у них другие культурные традиции и это зависит от того откуда они это зависит от их кармы от того чему и как они обучались если кто-то называется мудрецом то это означает что он полностью превзошел тело и полностью превзошел мир это суть реального мудреца когда он превзошел мир когда он стал настоящим истинным я абсолютной реальность когда он является истинным я он является абсолютной реальность они знают но то же самое делает все остальные и все остальное так что они не столь уникальны они представляют собой нечто что является основой всего сущего иначе говоря они подобны экрану а вселенная подобное изображением на нем изображение постоянно меняются меняются и меняются экран остается все тем же тем не менее изображение покрывает экран если вы попытаетесь схватить изображение то вы ухватитесь за экран потому что нет никаких изображений они никогда не существовали это опять же как вода мира же перед вами мираж в котором видится вода но когда вы пытаетесь зачерпнуть в воду вы хватаете песок это подобно змее которая видится в веревке это подобно небесной синеве но нет ни неба они синевы это только похоже на синего так и мы кажемся человеческими существами мы кажемся людьми но это иллюзия это сновидение мир не существует он вообще никогда не существовал нет человеческой расы это оптическая иллюзия поэтому когда мадрец пробуждается он говорит с точки зрения абсолютной истины потому что это все что есть или он может хранить молчание и просто позволять изображением продолжать появляться да и он считает себя священником политиком и да это возможно вы можете быть всем чем угодно это не имеет никакого значения будьте мусорщиком но знайте что вы не тело и не мусор спасибо не хотите ли почитать жняни да конечно роберт мэри читает спасибо мои если у нас какие-то объявления нет роберт у меня ничего у нас есть просад вкусное печенье как я всегда говорю все занятие это просад ешьте просад и вы будете освобождены ученики смеются у нас есть миска яични и это еще не все задавайте вопросы наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии также проверьте не забыли ли подписаться и поставить колокольчик чтобы получать оповещение о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах которые выходят у нас каждый день присоединяйтесь дискуссиям не забывайте про лайки по возможности вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развития канала материально все ссылки как всегда будут в описании и первом комментарии всем добра любви и мудрости а сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех которые увидите перед собой на экране видео по ссылкам ниже